Доброе утро! Биг-бенд концертного оркестра Югры приглашает. Куда и зачем? Нам расскажут художественные ругатели и главный дирижер концертного оркестра Югры в нашей студии Сергей Сверидов. Доброе утро! Доброе утро! Мы рады видеть вас в нашей студии. Вы давно у нас не были. Эта студия любит красивых людей. Это я не о тебе, Максим. Почему именно биг-бенд? Почему не всем оркестром выступаете? Это уже стало такой доброй традицией делать две крупные джазовые программы на протяжении сезона. И вот в этот раз мы тоже решили не отходить от этой традиции. Тем более, что у нас впервые вместе с нами будет играть замечательный музыкант, который вчера к нам приехал из Нижневартовска. Его зовут Владимир Анатольевич Панфилов. Замечательный саксофонист, флейтист. Он много лет руководит джазовым коллективом в Нижневартовске. И вот поделится с нами сегодня и завтра на сцене уже своим опытом. И подарит свои импровизации и соло с места нашему зрителю. Ну и традиционно, конечно, Андрей Шмидт с нами будет, который работает в Югорске. Это известный трубач. И он приезжает на крупные какие-то премьерные программы наши. Программа капитально новая, стопроцентная новая программа. И это здорово, что она сложная с точки зрения исполнительского мастерства и очень легкая с точки зрения восприятия зрителя. Поэтому мы очень надеемся, что это как-то пройдет на ура и мы продолжим всю эту историю в следующих сезонах тоже. Вот за творческий сезон руководите оркестром, смотрите и думаете, так, 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 все, вот тебе в биг-бэнд не возьму. Вот тебя возьму. И так, ребят, у нас концерт биг-бэнда. Выступают. И все. И те, кого не взяли, наверное, расстраиваются. Нет, на самом деле все очень прозаично просто. Дело в том, что у меня абсолютно классический состав биг-бэнда. Это пять саксофонов, четыре тромбона, четыре трубы. То есть тут выбор особо... То есть не разгуляться. Не разгуляться, потому что этот состав сам по себе, он уже сложившийся. И, естественно, эти люди попадают в состав биг-бэнда. Ну, естественно, ритм-секция. Это Эдуард Бургар, это Владимир Галкин, Василий Сердышов. Кого-то из ударников я беру на перкуссии и сам сажусь за грабанок, как уже это традиционно происходит из года в год. Это же сначала новый херсел, потом биг-бэн. Почему? Все это существует отдельно. Да-да-да. Ну, то есть увеличение или сужение состава участников преобразуется в тот или иной ансамбль. Но вот здесь музыканты же уже сыгранные. И стопроцентный новый материал. Но наверняка проблем не доставляет исполнение. Ну, я не имею права говорить о каких-то проблемах. Это все-таки такая кулуарная история. Потому что мы не можем зрителей посвящать в эти все вещи. Но, конечно, я должен сказать, что все-таки 90% состава именно биг-бэнда, если брать вот этих 20 человек, то это музыканты, которые джазовую культуру, наверное, получают именно здесь. Потому что именно здесь и сейчас они учат эту музыку. То есть, ну, буквально 4-5 человек – это те люди, которые действительно владеют джазовым языком. И для них не стоит что-то такое серьезное объяснять, потому что они все и так понимают. А вот для других, наверное, да, это непросто. А чисто психологически проще, когда меньше людей? Мне без разницы. Да? Больше или меньше? Если мне, то мне без разницы. 4-5 человек, 50, 100 – без разницы. Но вот вы говорите, что джаз живет в каждом из нас. Ну, мне бы хотелось, потому что джаз – это все-таки вообще импровизация сама по себе. Потому что это вот сегодня и сейчас – это вот каждый момент. И вот мы с вами разговариваем. Мы же не созванивались, договариваясь о том, о чем мы будем говорить и в каком контексте это будет. Ну, вот, наверное, это тоже некого рода джаз, потому что это некого рода импровизация идет. Вы задаете мне вопрос, которого я вчера еще не знал и не знал его еще 5 минут назад. И я, естественно, должен понимать, как симпровизировать, чтобы нормально, адекватно на него ответить. Ну, для меня это вот такая магия. Вот это все происходит именно на сцене каждый раз. То есть мы берем тот или иной материал, какой-то музыкальный. Да, там есть форма, чтобы было понимание, что есть форма. Но все импровизации, которые исполняют солисты на тех или иных инструментах, это рождается прямо в эту секунду. А кто под кого подстраивается? Есть как кто? Главный. Кто главный, да? Кто главный. На самом деле здесь кто возьмет на себя инициативу. То есть ситуация тоже, которая рождается прямо в эту секунду на сцене, когда сильный импровизатор вытягивает на себя это все. И, естественно, аккомпанемент, который остается играть под импровизатора. Бывает такой момент, когда аккомпанемент помогает импровизатору немножко вытащить его и вытянуть его вперед. По-разному это все происходит непредсказуемо. То есть два раза одно и то же сыграть невозможно? Грубо говоря, нет. Ну вот бывало такое, что все, вот идет репетиция, идет репетиция, есть форма и тут один. Вылетает из формы? Нет, не вылетает. Ну то есть вот здесь сейчас он, здесь сейчас играет ну просто бог. Вот это, этого вы добивались, вот это бы перенести на сцену. Выходим на сцену, но не пошло сегодня. Бывает. Магнитные бури. Бывает такое, это действительно так, что вчера этот человек себя чувствовал лучше, не знаю, атмосферное давление было более адекватное, другая фаза луны, все что угодно. Я не знаю, потому что все-таки мы все частички вселенной, на нас всегда что-то действует извне, и это тоже нужно, конечно, учитывать. Да и вообще настроение, что происходит в семье, с какой ноги человек встал с утра, поел ли он или нет. Но опять же, гостеприимный зал или нет, тоже же влияет. Но в этом случае я хочу сказать, что сейчас оркестр настолько опытный стал, что когда зал так странно что-то воспринимает первые минуты, нам удается все-таки их раскачать. Да, и к концу вечера все происходит, конечно, совершенно по-другому, и вот это вот здорово. Поэтому уже об этом не стоит говорить, а вот то, что сегодня может быть лучше с точки зрения импровизационного материала, чем завтра, это вполне вероятно да. Ну тогда нам стоит лишь одно, дождаться концерта и посмотреть, как же, собственно, с какой ноги сегодня встали музыканты. Сергей Валерьевич, приглашайте, приглашайте на концерт. Дорогие друзья, приглашаю всех вас завтра, 30 марта в 19 часов, в большой зал концертно-театрального центра Югра Классик, где состоится наш традиционный джазовый большой вечер биг-бэнда концертного оркестра Югры. Билеты еще в кассах и на сайте Югра Классик есть. Приобретайте, мы вас всех ждем. Ну что же, полных залов, хотел сказать, полных зрителей. Кстати, уже теперь это наконец-то допустимо. В прямом смысле этого слова. Поэтому все на концерт. Это действительно будет круто и интересно, Сергей Валерьевич. Спасибо огромное. Спасибо большое. Хорошего. Желаю вам, гостям, прощаюсь с вами, друзья. Две, две с половиной музыкальных минут дождитесь. Спасибо. 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 Спасибо.